В международной выставке Инопром Краснодарский край участвует во второй раз, но впервые в таком масштабе. На региональном стенде площадью 200 квадратных метров представлен весь промышленный потенциал Кубани. Например, пять предприятий разместили макеты своих продукций. Здесь и высокоточные станки, и новинки сельхозтехники, или, например, вот такой арт-объект могут изготовить на Абинском электрометаллургическом заводе. Бетонные стены, деревянные столы, металлические полы, сама экспозиция края наглядно демонстрирует, в каких направлениях сегодня развивается промышленность Кубани. А такая отрасль, как станкостроение, только на пути к возрождению. Еще год назад именно на этой выставке проект восстановления завода имени Седина был презентован главе Минпромторга Денису Мантрову. И сегодня теперь уже южный завод тяжелого станкостроения представляет модель высокоточной машины, которая станет достойным конкурентом зарубежным аналогам. Для нас это сегодня очень важно, потому что завод развивается. На сегодняшний день уже более 100 человек. Наше намерение этот проект довести до уровня 300 человек рабочих мест и выполнить ряд задач для импортозамещения по станочному оборудованию. Такая модель предназначена для крупногабаритных деталей, которые используются в авиастроении, атомной энергетике и других отраслях промышленности. Что сегодня можно поставлять из Краснодарского края на зарубежные рынки, глава Кубани Вениамин Кондратьев обсуждает с гендиректором российского экспортного центра Андреем Слепневым. После возрождения машиностроения на Кубани станками и техникой планируют обеспечивать и внешние рынки. Завод имени Седина входил в пятерку самых больших заводов СССР в свое время. И это был на самом деле флагман. Вот сегодня, слава богу, площадку удалось сохранить. Самое интересное, что удалось сохранить вот ту инженерную мысль тех конструкторов, которые когда-то были молодыми сегодня. Сегодня они уже не очень молодые, но тем не менее, они также горят желанием максимально заниматься тем любимым делом, которым они изначально в своей жизни выбрали, чтобы заниматься. И сегодня у них эта возможность появилась. Конструкторское бюро, одно из первых они сегодня возродили, пытаются сегодня, понятно, пока ремонтировать. Но я думаю, что в скором будущем этот завод, это предприятие, которое будет выпускать уже новые станки. И они тоже могут быть предметом экспорта. И сегодня для нас это принципиально важно. Давний партнер региона, немецкая компания «Класс» на стенде края демонстрирует последние модели сельскохозяйственной техники. Гендиректор российского экспортного центра интересуется не только о экспорте кубанской продукции, но и о том, на какой стадии сегодня сбор зерновых. Урожай не только выгодно большой вырастить, а намного важнее собрать. Какой урожай? Собрать. Это хороший урожай. Я думаю, что в среднем урожай на сегодня 65, можно же сказать, центровых гектаров. Это рекордная урожайность для Кубани. Не хочу говорить по валовому сбору, сколько планируем. Осталось подождать совсем немножко. Но обещаю, что будет не меньше, чем в прошлом году. Экспортный потенциал региона обсуждали уже в переговорной. Перед краем стоят амбициозные задачи. К 2024 году достичь почти 4 миллиарда долларов США по экспорту. Выйти на внешние рынки кубанским производителям поможет специальная электронная торговая площадка. Соглашение об этом подписали Вениамин Кондратьев и Андрей Слепнев. Сегодня мы подписываем соглашение о создании электронной площадки, что является новым подходом для того, чтобы наши предприятия, наши производители осваивали международные рынки. Что она дает? Конечно, она дает более оперативный и быстрый выход на международный рынок и не только для больших предприятий. Я уверен, что электронная площадка даст возможность и небольшим предприятиям тоже попытаться выйти с экспортом на международные рынки. Для нас это сегодня принципиально важно. Иван Иванович, спасибо огромное. Действительно, мы со своей стороны с удовольствием транслируем славу встречной благодатности Краю за его вклад в развитие экспорта. Безусловно, это такой ключевой, сильнейший регион. И его вклад в наши цифры, которые поставил президент, он виден. Действительно, увесистый. У делегации Краснодарского края на промышленной выставке насыщенная деловая программа. В рамках форума было подписано соглашение, которое предусматривает запуск собственного производства велосипедов в регионе. Детали уже известные. Предприятия заработают в станице Крыловской на площадке простающего завода. Российский рынок велосипедов сегодня зависим от импорта. В основном из азиатских стран. Но и у российского производства есть все перспективы. Сегодня важно, чтобы развитие, конечно, экономики региона в виде любого инвестора, большого или маленького, оно было. А вы заходите с серьезными инвестициями. Помимо того, что мы на самом деле возрождаем Крыловской веломо-завод, который когда-то производил велосипеды, пусть он их собирал. Да это не столь важно. Людям не совсем это понятно, локализация, либо сборка. Им важно само производство, чтобы они видели, что завод работает и выпускает продукцию, либо товар. Как минимум 250 мест планируется у вас на этом заводе создать, налоги, которые будут. Ну и в целом, как я уже сказал, то есть само возрождение веломо-завода для нас это очень серьезный шаг для того, чтобы мы говорили о том, что мы развиваемся. На главной экспортной витрине российской промышленности нашлось место и 7-метровой касатки. Это спортивная моторная лодка. Таких маломерных судов в крае никто не производит. Катер способен развивать скорость до 120 км в час и не терять стабильности хода. Предприятие, которое находится в Приморско-Ахтарске, уже заключило контракт на поставку в Башкортостан. И только за первый день работы международной выставки подписало более 30 предварительных договоренностей на производство и поставку катеров в разные регионы. Уже точно известно, что лодки кубанского производства отправятся в пять субъектов страны. Время в целом про реки, которые на самом деле в нашей стране их очень много. И она очень удобная. Она универсальная лодка. Мы на самом деле должны сделать все, чтобы эту лодку узнали. Вот наша задача, чтобы эту лодку узнали во всей стране, а его задача сделать так, чтобы тот спрос, который на него возникнет, был удовлетворен. То есть качество лодки в первую очередь, ну а дальше, конечно, можем пожелать ему только количество лодок, которые он будет производить. Спрос рождает предложение. Это принцип рынка. И вот сегодня, конечно, предложение должно быть высококачественным. Сегодня это диктует рынок. Поэтому мы должны максимально использовать вот такие умелые руки, голову, для того, чтобы сегодня рынку дать качественное предложение. Первые соглашения уже подписаны. Однако об итогах форума пока говорить рано. Международная промышленная выставка Иннопром завершится только 11 июля. Яна Вузычкина, Алексей Комаров, Кубань-24, Екатеринбург.